Среди части покупателей компьютеров до сих пор бытует мнение, что творчески подходить к конфигурации имеет смысл лишь при сборке или приобретении какой-то дорогой высокопроизводительной системы, а всё остальное можно собирать и по остаточному принципу. Дальше простая арифметика. Ноутбучный винчестер на терабайт обойдётся сейчас примерно в 3-4 тысячи рублей, SSD в 20. Он быстрее, поэтому лучше использовать таковой небольшой ёмкости и ёмкий винчестер для хранения данных. Но многие в целях экономии обходятся только последним, раз уже всё равно нужен, то систему и программы можно же держать на нём же. Рассчитывая на то, что разницу можно заметить лишь при запуске программ, а далее работать всё будет одинаково. Равно как и оперативной памяти слишком много не нужно, раз в продаже до сих пор встречаются системы с двумя-четырьмя гигабайтами, значит 8 гигабайт точно хватит надолго. Так что о расширении можно не думать. Так оно или не так могут показать только тесты, однако поднятые вопросы редко привлекают внимание тестовых лабораторий, поэтому сегодня мы решили нарушить заговор молчания. Для этого взяли NUC 7i3 BNH, младшую модель новой линейки компактных ПК Intel. Фактически это такой разумный базовый уровень. Десктоп аналогичной производительности можно собрать дешевле, а возможности модернизации будут большими, но не в таком компактном исполнении, поэтому, когда важно именно это, особых альтернатив нет. Или, если требуется автономность, результаты можно распространять и на тонкие и легкие ноутбуки, использующие ту же платформу. А с чем тут можно поиграть при конфигурировании? Как и во многих ноутбуках, есть два слота SODIMM для оперативной памяти DDR4 и два отсека для накопителей, одним из которых может быть и ноутбучный винчестер, а вторым только SSD формата M.2. В качестве такового мы взяли Kingston SSD NOW M.2 SATA G2 емкостью 240 ГБ. Он стоит дороже терабайтного винчестера, который и является точкой отсчета, примерно вдвое, но использует MLC-память и имеет емкость, достаточную не только для операционной системы и прикладных программ, но и основных рабочих данных. Карточный же формат нужен для того, чтобы оставить дисковый отсек для винчестера. По суммарной цене же терабайтник и SSD на 240 ГБ примерно равны одному SSD на 480 ГБ и вдвое дешевле терабайтного SSD. Почему такая схема и интересна? С памятью все еще проще. Мы взяли два модуля Kingston и использовали их как в паре, так и в единичном количестве. Главным их плюсом является емкость 8 ГБ, что позволяет при необходимости ограничиться одним таким. 4 ГБ в настоящее время мало даже для бэбсерфинга, а два модуля по 4 ГБ при желании расширить память в будущем придется менять. К одному модулю на 8 ГБ можно и просто добавить второй такой же. Тем более, что это полезно для многих задач. Например, при работе с фотографиями два модуля памяти быстрее одного примерно на 10%, а применение SSD увеличивает производительность на 8%. Суммарный эффект при том же процессоре достигает 18%. Это достаточно много и заметно не только в тестах. При простом же перекодировании видео из формата в формат к памяти особых требований нет, но разница между накопителями разных типов составляет порядка 7%. А в архиваторах даже при настройке на максимальное качество сжатия, что дает нагрузку в основном на процессор. Возвращаемся к тому, что наблюдалось при обработке фото. 16 ГБ памяти и твердотельный накопитель вместе дают примерно 17,5% производительности. Но есть, конечно, задачи, где не нужно столько памяти, да и накопители особой роли не играют. Однако все они достаточно специфические для этого класса компьютеров. Например, распознавание текстов, рендеринг, видеомонтаж или научные расчеты. Впрочем, и в этом случае SSD как минимум ничего не ухудшает, просто пользы от него меньше. А на своей территории твердотельный накопитель вообще не оставляет никаких шансов механики, тут не проценты, а разы. Емкость памяти имеет значение, но система с винчестером ее добавление ускоряет на 30%, а с SSD лишь на 10%. Таким образом, приобретая твердотельный накопитель сразу, на памяти на первом этапе можно и сэкономить, добавив второй модуль позднее. А для практического использования важно и процессорное быстродействие, и скорость выполнения файловых операций. Поэтому общий результат с нашей точки зрения выглядит так. Впрочем, можно себе представить и систему, где с файлами вообще не работают. Но это уже экзотика. Особенно в реалиях сегодняшнего дня, когда большинство программ научилось обновляться автоматически. То есть, даже если пользователь не устанавливает месяцами ничего нового ручками, компьютер все равно живет своей жизнью. В том числе и по вине операционных систем. Та же Windows при установке обновлений хрустеть винчестером может долго. Поэтому танцевать правильным мы считаем от твердотельного накопителя, к которому уже добавлять при необходимости винчестер. При ограниченных же изначально финансах можно как раз сэкономить на одном модуле памяти. Если, конечно, используется твердотельный накопитель. Но для того, чтобы такой подход был удобным, в случае NUC и многих других компактных систем, ориентироваться надо как раз на модули по 8 ГБ и SSD формата M.2, что мы сегодня и сделали, и убедились, что идея была правильной.